Итак, наш брат задал вопрос, почему в мире существует так много религий? Мы должны осознать, что Всевышний Аллах, наш Создатель, на самом деле не спасал только одну религию. Всевышний Аллах говорит в Коране, в суре семейства Имрана, в 19 аяте, «Воистину, единственной религией у Аллаха является Ислам». Единственная религия, единственный образ жизни, который признается Богом, это подчинение своей воле Богу, другими словами, Ислам. Всемогущий Аллах не спасал только одну религию. И все посланники, которые приходили, начиная с Адама, Ибраим, Моисей, Иисус, Мухаммад, миром всем, все они проповедовали и обучали только одному — подчинению своей воле всемогущему Богу. В арабском языке, когда человек подчиняет свою волю Аллаху, его называют муслимом, мусульманину. А слово «Ислам» имеет один корень со словом «Салям», что означает «мир». Также оно образовано от слова «Аслама», что означает «подчинение своей воле всемогущему Богу». Таким образом, Ислам означает «мир, приобретенный посредством подчинения всемогущему Богу». Итак, наш Создатель допускает только одну религию. Но по прошествии времени Писания постоянно изменялись. В них что-то добавлялось, что-то наоборот стиралось, что-то фабриковалось. В истории человечества Писания, неспосланные Аллахом, зачастую искажались. Аллах говорит в Коране, в суре «Корова» в 79-м аяте «Горе тем, которые пишут Писание собственными руками», а затем говорят «это от Аллаха», чтобы купить за это ничтожную цену. Горе им за то, что написали их руки. Горе им за то, что они приобретают. Когда бы Всевышний Аллах не отправлял откровения, когда бы Он не отправлял прямое руководство, по прошествии времени эти откровения и инструкции изменились. Когда послание искажалось, Всемогущий Аллах отправлял нового посланника с новым посланником. Так продолжалось, пока Всемогущий Аллах не отправил последнего посланника, Мухаммада саляллаху алейхи вассалям, а также последнее, финальное послание. В некоторых преданиях говорится, что наш любимый пророк сказал, что всемогущий Аллах всего отправил 124 тысячи пророков на землю. В Коране упомянуто только 25 из них. Что касается других, мы не знаем их и нам. Люди часто спрашивают меня, к примеру, вы человек индийского происхождения, можете спросить меня, можно ли предположить, что некоторые индуистские святые были посланниками Бога? На это я скажу, поскольку их имена не упомянуты ни в Коране, ни в хадисах, я не знаю. Возможно, они были, а возможно, не были, я не могу сказать наверняка. Но нужно отметить, что все пророки, которые приходили до пророка Мухаммада, были отправлены только к своим народам и только в их конкретное время. Поэтому даже если бы некоторые индуистские святые были посланниками Бога, они были бы отправлены к своим народам и только для своего времени. Сегодня же все люди, независимо от того, где они живут, в Индии или в Америке, или в Саудии, или в Канаде, в Британии, в любой части мира, все они должны последовать за последним пророком и посланником Мухаммадом, Аллаху алейхи вассалям, и за последним откровением, благородным Кораном. Аллах, Святой и Великой, пообещал в Коране, в Суре Аль-Хиджр, в 9 аяте, «Воистину мы не спасли напоминание, и мы оберегаем его». Итак, подводя итог, скажем, что Всевышний Аллах отправил только одну религию и суть ее в подчинение своей воле Богу. Ислам означает мир, приобретаемый посредством подчинения своей воле Богу. Вы говорите, что мир можно приобрести посредством знания, мудрости. Да. Но знания от кого? От Аллаха, нашего Создателя. Кто является мудрым? Это Аллах, Святой и Великой. Таким образом, Совершенный Мир вы приобретаете только, если будете следовать за руководством нашего Создателя, Аллаха, Святой и Великой. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.